Областной парламент отмечает 30 лет со дня образования. В Твери прошли торжественные мероприятия в Театре драмы. Участие в них приняли глава региона, сенаторы Российской Федерации, депутаты Госдумы, председатели областного парламента, депутаты всех семи созывов ЗАГС Собрания. Подробности у Натальи Чекет. Свою историю законодательное собрание Тверской области ведет с первых выборов депутатов областного парламента, которые прошли 20 марта 1994 года, а первое заседание состоялось 31 марта. Именно первому созыву выпала важная задача с нуля выстроить буквально новое правовое поле. С 1994 по 2023 год законодательным собранием проведено более 400 заседаний. Принято почти 3000 законов Тверской области и более 9000 постановлений. Сегодня работает седьмой созыв законодательного собрания. Это 40 депутатов, избранных в сентябре 2021 года. 30 лет назад становление областного парламента происходило в сложной политической и экономической обстановке. Сегодня это не просто место, где принимают законы, но и пространство, где создают фундамент для управления регионом. 30 лет с одной стороны и большая дата, да, а с другой стороны все-таки это не так и много. И, конечно, за это время много прожито, и область наша развивается, и много прошло людей через законодательное собрание, и много законов написано. Но это непрерывная такая деятельность, очень важная. Открыл торжественное мероприятие губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул высокий уровень взаимодействия правительства области и законодательного собрания. Поблагодарил депутатов за эффективную работу. У нас на институции три ветра власти. Это законодательное, судебное и исполнительное. Мы сегодня, честно председательное, одно из этих ветвий. И вот, говоря сегодня об эффективности, можно сказать, что оценка твердая, уверенная, ветерка. Хотел бы поблагодарить наших депутатов за конструктивный, содержательный, серьезный подход, рост в решении всех наших задач. Депутат Государственной Думы Владимир Васильев в своем обращении к собравшимся отметил, что областной парламент вместе с областью и всей страной достойно прошел непростой путь. Какой сложный путь мы все прошли. Развал Советского Союза, приход на власть криминала. Дальше все это выстраивает по закону, по заслугам каждого присутствующего здесь. Мне бы хотелось подчеркнуть, чтобы проделали большую работу. Законодательное собрание, которое сейчас работает, предшественники все. Поздравление в честь юбилей региональным парламентариям адресовал сенатор от Тверской области Андрей Епишин. Напомним, что он возглавлял областной парламент в течение двух созывов подряд. Я хотел в своем выступлении просто поблагодарить депутатов всех созывов за капитентную, слаженную, очень вежливую работу. У нас всегда в данном собрании церковь атмосфера конструктивного взаимопонимания, уважения. С ответным словом гостям и ветеранам областного депутатского корпуса и аппарата областного парламента обратился председатель законодательного собрания Сергей Голубев. Он отметил, что главным во все времена в Тверском законодательном собрании были, прежде всего, люди. Сама логика депутатской деятельности подчеркивает значение человечества момента. Жители области голосуют на выборах, они избирают своих представителей в парламент. Депутаты работают над законодательством, чтобы оно поддерживало достигнутое в экономическом социальном развитии и создавало новые точки роста, интересные женщины в городской области. Во время торжественного мероприятия действующим депутатам, парламентариям прошлых созывов, сотрудникам аппарата ЗАГС-собраний вручили награды федерального и регионального уровней.